Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на развлекательном канале Игробар. У микрофона Дмитрий Кубанец, и мы продолжаем проходить игру GTA 3. В прошлый раз мы завершили миссии Рея, и у нас остался неизвестный нам человек, который ждет нас у буквы Д на радаре. Давайте отправимся туда и выясним, кто это, что он от нас хочет. Вот, ночной стантон. Людей почему-то очень много на улицах. Так, мы превратили машину в костер. Возьмем этот Сентинелл. Неплохая машина, в принципе, седанчик. По характеристикам он полностью идентичен Сентинеллу Мафии, на котором мы катались на Портленде в то время, когда проходили миссии Затони Сиприани и Сальватор Леоне. Ну, это такая гражданская версия этой машины. Давайте отправимся на Маркер и посмотрим ролик. Продолжение следует... Так, ну ладно, он не назвал себя, но я скажу, что это человек, который уже встречался в других играх серии GTA. Это, если бы точнее, то Vice City и Liberty City Stories. Его зовут Дональд Лав. Он, в общем-то, магнат Liberty City. В 98-м году он пытался участвовать в выборах мэра, но проиграл. И с тех пор ведет жизнь просто богатого человека, занимается каким-то теневым бизнесом. Ну, что касается задания, которое он нам дал, мы должны раздобыть автомобиль колумбийского картеля. Это синий пикап, на который мы когда-то ездили. И пробраться в их логово, чтобы вызволить некого старого азиатского джентльмена. Ну вот, теперь для нас задача поставлена найти этот синий пикап. Так, это не тот пикап, то, что нужен. Да, вот проблема. Как я уже говорил, в той миссии, где нужно было раздобыть полицейскую машину, было бы гораздо лучше, если бы нужные для миссии автомобили спавнились где-нибудь неподалеку. И приходилось колесить по Бандитскому району и разыскивать их. И вообще, у меня такое чувство, что версия игры какая-то левая. И нужные автомобили просто не спавнятся. Меня сейчас еще и застрелят до кучи. Но если мы сейчас не найдем нужную машину, то мне придется схитрить. Попытаться схитрить, вернее, потому что раньше я тем способом, который сейчас придумал, эту миссию не... А, нет. Схитрить не нужно. Я нашел пикап. Только он, гадюк, уезжает. Сволочи. Упустил я синий пикап. Но, может быть, еще один будет. Просто я думал найти какой-то обходной путь. Тот двор, который нам нужен. Я просто знаю, где тот двор находится, хотя в Нардаре нет. Ну да ладно. Вот мы видим пикап. Черт побери. Что-то все очень плохо, я смотрю. Надо съездить в эмунацию. Купить броню. Начало миссии, конечно, отвратительное. Да, вот, наконец-то напишут, что этого нашего работодателя зовут Дональд. Но я уже потом сказал. Ну, надеюсь... Ну, надеюсь... Что... Хоть сейчас все пройдет хорошо. Так, сейчас я попробую... Сделать немножко умнее, чем игра предлагает. А именно поставить машину так... Отойти подальше... Достать снайперскую винтовку. И немножко зачистить двор. Так, нет. Это было плохое. Ну, ладно. Придется... Проживаться так. Да, нет. В принципе... Можно отсюда их расстрелять. Так, отлично. Вот этот джентльмен. Который мы должны были найти. Почему-то не хочет садиться к нам в машину. А, теперь хочет. Ну, ладно. Отвезем старого джентльмена к Дональду Лаву. Кстати сказать... Этот старый джентльмен... И тот старик, которого спасали колумбийцы... Из... Ну, как нам тогда показалось... Спасали... Из конвоя перед первой миссией... Это один и тот же человек. То есть, я тогда говорил, что он нам еще встретится в игре. Но вот... Как говорится, встретился. Выходит, что колумбийцы его... Держали в плену все это время. Хотя утверждать этого нельзя, конечно. Однозначно. Но... Все на это указывает. Ну, да ладно. Как или иначе, мы его спасли. Ну, я даже не знаю, вернее, спасли мы его или нет. Может быть, еще один плен его ожидает. Но мы его привезли к Дональду. Задание выполнено. Нам дали целых 40 тысяч. Дональд Лав. Человек щедрый, как мы видим. Ну, давайте... Поедем и сохраним игру. Так, отлично. Так. Отлично. 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 Выезжаем вниз, выходим из машины, заходим в лифт и сохраняем игру. Ну вот, дорогие друзья, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо за то, что вы с нами. И до скорых встреч.